Здравствуйте зрители канала УТАТЬЯНА Сегодня я хочу вам показать как правильно укоренить розу сделать себе еще один кустик красивой розы поговорим об этом розы это очень красивые растения и каждая хозяйка хотела бы иметь какую-то красивую розу необыкновенно красивую бывает так, что на 8 марта или на день рождения вам дарят розы и таких вы больше нигде не находите как сделать так, чтобы у вас выросла такая же роза это сделать очень и очень просто вы берете розу вот посмотрите у меня есть роза свежая самое главное, чтобы роза была свежая это 90% того, что она укоренится и еще вы должны знать, что красные розы укореняются лучше всего самые тяжелые к укоренению это желтые розы так что вам нужно будет терпение 2-3 раза попробовать и только тогда укореняются ваши желтые розы я взяла сегодня красную розу она мне очень нравится, она долго сохраняется в вазе и на кусте цветет очень и очень долго и я решила укоренить и еще сделать такой кустик у себя дома посадить его, что мне нужно делать? выбираем в любое время года сейчас на дворе конец сентября вот я срезала такую красавицу и что я должна знать и приготовить во-первых, нам нужен горшок горшок я взяла средней величины нам нужна будет такая бутылка отрезанная вверх бутылки 2-х литровой линейка нам нужна для того, чтобы отмерить как минимум 20 см нашей розочки вот у меня она длинная роза должна быть не очень тонкая такой средней толщины чем толще, тем лучше вот берем, отмеряем 20 см можно чуть-чуть больше так, чтобы у нас получилось 3 междоузлия а мы знаем, что в междоузлиях находятся почки а из почек начинают развиваться наши розы начнем мы отмерили 20 см приблизительно и самое главное вот я вам показываю наочно вот у нас листочек чуть-чуть ниже листа и значить почки мы отрезаем наискосок 45 градусов нашу розочку отрезали угол 45 градусов это нам не нужно выбрасываем и теперь отсчитываем минимум 2-3 междоузлия ну я отмерила 20 см вот это здесь будет и теперь мы делаем надрез на 1 см выше междоузлия вот так сделали вот этот черешок нам нужен для укоренения первое и важное очень срезаем листочки они нам будут не нужны они будут утяжелять развитие розочки оставляем на двух верхних листьях по кусочку листочка вот все что нам нужно теперь берем нож переворачиваем наш черешок и разрезаем на крест наше дно где-то по 6 мм это для того чтобы скорее образовывались корни мы будем использовать корневин для лучшего укоренения берем корневин опускаем нашу розочку и обмакиваем все что нам нужно теперь первое и очень важное у нас приготовленный грунт садовая земля смешана с песком на дно нашего горшка ставим керамзит и опускаем розочку как мы это делаем берем розу не забудьте обязательно использовать корневин для того чтобы корни скорее образовывались и засовываем влажную землю нашу розочку под углом 45 градусов и так чтобы наверху были еще как минимум 2 почки вот так наша роза будет расти и развиваться а чтобы скорее образовались корни мы будем делать мини парничок такой вот используем бутылку срезаем верх с горлышком и будем использовать ее для того чтобы корни и наша роза скорее развивались сейчас я вам расскажу какую температуру нужно выдерживать для того чтобы розочка наша была в полной красе первое минимум 20 градусов но лучше при 22 24 градусов роза пустит корни лучше забрать этот горшочек в дом квартиру и там она будет расти и развиваться до весны весной в апреле месяце у нас уже наступает тепло я буду по чуть-чуть выносить розочку и акклиматизировать ее к внешней среде где-то буду это делать две недели а потом просто возьму и пересажу ее в открытый грунт где она будет у нас расти и радовать нас еще хочу сказать что эта роза уже будет корни собственные то есть дикой поросли уже возле нее не будет потому что она образовала свои корни то есть она называется корни собственные но вы должны помнить что такая роза боится холода так что на зиму вы будете ее обязательно чем-то прикрывать и весной тоже конечно же когда вы ее пересадите в открытую землю вы должны чем-то прикрыть каким-то агроволокном для того чтобы ей были не страшны утренние заморозки по такому принципу можно размножить много роз главное если вы начинающий то помните что начните сначала с темных сортов роз вот таких с красных с темно-красных таких как бакара они хорошо приживаются хорошо пускают корни и конечно же вам понравится что вы попробовали сделали такой эксперимент и у вас получилось не начинайте с желтых роз потому что они в большинстве случаев не приживаются я вот пробовала из десяти прижилась только одна но если вы хотите конечно же пробуйте экспериментируйте и у вас конечно же все получится сейчас мы наденем на нашу розочку бутылочку вот так все и теперь мы должны поливать ее раз в неделю не заливать а поливать по чуть-чуть где-то полстаканчика через месяц полтора наша розочка начнет пускать листочки и вы увидите что между узле появятся почки они красного цвета и вы по чуть-чуть начинаете акклиматизировать нашу розочку даже если она находится в квартире сняли сверху бутылочку надели через пять минут и каждый день увеличивая время вы будете акклиматизировать розу к внешним условиям а потом она распустится вы снимите бутылочку вот эту и она будет у вас расти уже в комнате если вы хотите ее акклиматизировать уже более холодным температурам выносите ее в холодную комнату или где у вас прохладно по чуть-чуть тоже и она привыкнет к внешним условиям и весной быстрее проживется у вас во дворе если вам подарили какие-то дорогие импортные или голландские розы то не думайте что у вас получится укоренить данную розочку у вас не получится скорее всего так что не надейтесь используйте чайно-гибридные розы они прекрасно укореняются можно сказать на 80-85 процентов есть уверенность в том что ваша роза будет расти у вас на грядке или в розарии так что пробуйте у вас все конечно же получится и еще хотела бы заметить что если у вас уже эксперимент удался роза у вас пустила корни и листочки вы видите что она развивается вы пересадили уже ее в открытый грунт когда она начнет пускать бутон срезайте потому что ей тяжело она только что прижилась спустила корни и тут уже начинает цвести это для нее очень тяжелый труд чтобы облегчить этот труд просто срежьте бутоны несколько штук а на следующий год она уже будет сильной мощной и будет пускать красивые большие бутоны они будут цвести и радовать вас если вы будете придерживаться всех правил посадки черенка под нашу баночку или под бутылочку у вас обязательно получится и вы будете радоваться новой розе пробуйте экспериментируйте и у вас все получится оставайтесь со мной до скорой встречи пока пока